Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях консультант-эксперт общественной палаты Московской области, руководитель спортивно-досугового клуба «Пересвет» Виктор Егорович Погиблов. Здравствуйте! Здравствуйте, Маша! Очень рады видеть вас в нашей студии. За время пандемии встречались редко и только лишь в режиме онлайн. Следили, конечно же, за активной деятельностью вашего клуба. Расскажите о том, как пережили вы и ваши соратники это время. Я знаю, что не сидели на месте и без дела. Конечно, тяжело. Тем более для пожилых людей старшего возраста это тяжело. Но мы старались в нашем чате, в клубе «Пересвет» общаться онлайн и проводить какие-то мероприятия для поднятия духа. Это было, надо сказать, здорово. Какие удалось реализовать акции, идеи? До пандемии, конечно, было много задумок проводить мероприятия. Мы же проводили по скандинавской ходьбе фестивали. Первый провели, второй фестиваль. Планировали провести третий фестиваль. Но нам это помешало. Экскурсии в Москву, в музей русской иконы. Вот такие экскурсии запланированы. Пришлось все перенести. Ну, а в период самоизоляции мы придумали проводить такие конкурсы. Допустим, к Пасхе проводили поэтические конкурсы. Пандемия в какой-то мере позволила дать то самое время, возможно, для кого-то именно в творческом плане, у кого в повседневности просто не было на это. Да, да. Я думаю, что вот в этот период люди были как бы предоставлены сами себе. Есть же много у нас одиноких людей. Да, но, конечно, не все пользуются вот в WhatsApp, не все могут. Но те, кто вот может, для них это было большое... Ну, отдушина было, да? Ну, так честно. Да, отдушина. И вплоть до того общались, даже, можно сказать, кому-то там было, так говоря, не очень хорошо. И даже ночью могли написать. И я отвечал, общались. Ну, по сути, получается, Виктор Егорович, что вы тоже создали некий, ну, не горячую линию, но такой горячий чат помощи в плане именно общения, в плане каких-то интересов, да, побуждения к каким-то действиям. То есть, в общем-то, тоже взяли на себя вот некую такую нагрузку. Ну, а это, может быть, и не столько для людей, и для людей, конечно, и для меня в том числе проявился, в том числе, вот этот поэтический дар. Мы писали стихотворение. А потом вот к 9 мая мы же подумали провести вот такую акцию для малоимущих людей, ветеранов, для малоимущих. Ну, для ветеранов Великой Отечественной войны это естественно, для них уже там сейчас стоят в очереди, чтобы кому-то, чтобы им принести там что-то, подарить с ними, поговорить, пообщаться. А у нас же очень много простых людей, которые, ну, очень обделены вниманием, так можно сказать, одинокие. Вот, и мы решили для них какой-то, какие-то вот наборы, продуктовые наборы для них организовать, собрать. Вот, это мы организовали с ребятами, с молодежью, это группа МАКФУ, ребята, это Голицынский колледж финансов и управления, вот директор там Петренко, Леша Алексей, очень такой, он сам молодой, занимаемся много с ними спортом, ребятам, кружки всевозможные. Потом, с Кубинки, ребята, Юра, там есть такой клуб броня, вот. Ну, организовали сбор вот этих продуктов, в том числе, я вот подумал, думаю, что, конечно, идея-то хорошо, когда она подкреплена чем-то, а с моей стороны, я подумал, вот нам же перечислили там два раза по полторы тысячи ветеранам, да, вот эти три тысячи я на них закупил, вот эти продукты, это, конечно, каплю моря, там, гречки, там, печенье какие-то, ну, вот, минимально что-то отдал. Ну, а остальное там ребята собирали, вот, разносили, это было очень приятно. Вы поддерживали и, так скажем, моральный дух и занимались немного волонтерством. Да, 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 вот это волонтерство. Вот, проводили конкурсы, кулинарные конкурсы проводили, вот, больше снимали, да, тоже онлайн снимали, вот, интересно же было. Потом вот эти поэтические конкурсы, да, провели и вот сейчас договорились с Управлением культуры, что они там предоставят нам грамоты, наградимы, вот, победителей грамотами за участие вот в таких конкурсах. Виктор Егорович, ну, сейчас все-таки постепенно снимаются ограничения, безусловно, все уже выходят и вышли гулять и в парке, и на площадке, и пока остаются под запретом проведения массовых мероприятий, но, тем не менее, вот, как вы планируете дальнейшую деятельность вашего клуба, тем более он спортивно-досуговый, да, безусловно, вот, как-то сейчас уже начинаете тоже выходить на открытый воздух, на открытое пространство, и есть ли какие-то события, которые планируете провести в ближайшее время? Ну, конечно, вот, то, что мы планировали провести до этой пандемии, мы обязательно будем проводить, я же говорил уже, вот, по скандинавской ходьбе фестиваля обязательно, эти экскурсии обязательно, сейчас вот, походы в лес, вот, планируем на озеро, на лесное, вот, ну, небольшими группами, естественно, с соблюдением всех этих мер предосторожности. Вот, ну, опять же, нас все равно до конца, так сказать, не раскрепостили, вот, 65 плюс, вот, таких нас считают, как бы, это самое. Но нужно поберечься. Чем-то опасным. Ну, я считаю, что поберечься, это уже пора нам выходить на свежий воздух, а свежий воздух погулять у нас практически негде. Вот, у нас, то, что вот мы говорим о спортивно-дословом клубе, вот, который я создал, да, об этом говорили давно на уровне, вот, областной общественной палаты. С какой целью, вот, вы создали этот клуб? Для общения людей, для общения людей по месту жительства. Предлагал я, ну, начиная с пятого микрорайона, и вот этот наш лес, Подушкинский лесопарк, который мы уже разрабатывали проект, вот, Никита Крюков, Юля Лукашевича, она, архитектор, помогала нам вот эту концепцию создавать. Мы же в прошлом, в 18-м году, да, самое, презентовали эту концепцию. Вот, архитектор наш Кирилл Завражный очень это одобрил, вот, и уже это надо бы в разработку пустить, но вот, что-то как-то у нас не получается. Вот тут часть участка в Подушкинском лесопарке, часть земельного участка леса относится к Лазутинскому парку. В Лазутинском парке сейчас назначен новый директор, Круглов Николай Николаевич, наш олимпийский чемпион, вот, заслуженный человек, и такой деятельный парень. Он недавно назначен, мы с ним уже беседовали, и договорились о начале благоустройства, как, с чего начать, вот мы говорили. Вот я предложил начать хотя бы убрать мусор. То есть вы вышли с инициативы провести субботник на этой территории? Да, да, я предлагаю провести субботник. Мы уже проводили субботник не один раз в этом парке, вот, там же часть дорожек очищена, там мы пилили. Я думаю, вашу идею поддержали. Да, поддержали, но у них там много своей работы на центральной базе, так скажем, в парке. Вот, ну, здесь вот как они немного освободятся, и мы обязательно проведем, начнем с субботника. Виктор Егорович, а сколько сегодня клуб объединяет людей? Клуб объединяет очень много людей. Когда мы проводим мероприятия, ну, у нас есть ядро, там, вот, человек 50, может быть, да, это так скажем. А когда вот проводим большие мероприятия, вот проводили, допустим, в прошлом году фестиваль в санатории Миньерцена, вы знаете, санатория управления делами президента на их территории проводили. Там такой прекрасный замок, вот на его фоне мы проводили. Ну, что значит соревнования по скандинавской ходьбе? У нас самоцель никаких соревнований, просто, Марш, общий старт, даем общий старт. Вот, люди как бы это самое, с таким подъемом стартовали, встречаем. И потом, соответственно, награждение и большой концерт своими силами. Ну, и, соответственно, чай и питье. Вот, в прошлый раз привлекали вот этот клуб «Броня», они организовывали кашу, вот, там, вот, с походной кухней. Очень-очень хорошо. Виктор Егорович, вот Вы сказали о том, что в том числе развиваете спортивное, культурное направление, да, это экскурсии в музеи. А вот все-таки, вот как формируются запросы, откуда Вы получаете? Вам члены Вашего клуба подсказывают? Или как-то вот Вы самостоятельно предлагаете идеи, направления, которые можно еще охватить? Маша, они запросы рождают сами собой, я же вижу, вот, я, в принципе, на пенсии уже ушел, сколько я, почти 17-18 лет, уже скоро на пенсии. Вот, и с первых дней я начал заниматься с детьми, я вижу, что, как занимаются дети во дворе, чем они занимаются, точнее. Вот, и когда я видел, вот, курение, пиво, и, там, наркотики, все это самое, построили, когда площадку, вот, у нас, в пятом микрорайоне, большую, организовал, это буквально за свои средства покупал, вот, волейбольные сетки, там и надо, волейбольные сетки, делали разметку, начали проводить соревнования. Ребята, которые поменьше, мы с ними играли, проводили соревнования по мини-футболу, старшего возраста, в волейбол, и вот сейчас все это организовалось уже сколько лет, и ребята играют с утра до вечера практически, собираются, даже москвичи, к нам сюда едут очень много молодежи, вот, и когда вот собирается, вот, очень большой вопрос, чтобы с ними должен быть обязательно надзор. Основная масса, ребята, все нормальные, но вот в такую массу обязательно внедряются люди, которые что-то там продать, покурить, и за этим обязательно надо смотреть. Это у меня уже не раз такие были, в какой-то раз тычки, и когда их ставил перед выбором или, или, или мы будем с вами разбираться, все, они перестали сюда приходить, приносить свои эти причиндалы там, для курения и все. Вот, а с ветеранами, с ветеранами, я же вижу, конечно, я сам не молодой, что требуется с ветераном? Ветеранам нужен обязательно активный отдых, как экскурсии, это обязательно, и для молодежи, и для детей. Вот с детьми мы ходили в наш краеведческий музей, это у нас же там Шафиков Ренат, вот, с ним это прекрасно, он проводит экскурсии, там весь уголок афганский, сейчас на улице вот ракеты эти стоят, там вертолетная площадка на вертолете. Он очень интересно рассказывает, и дети даже маленькие, с родителями, кто-то с бабушками приходил, и там вот было непонятно, кому было интереснее, или детям, или старшим возрастом. Но вы планируете дальше продолжать это все, да, и естественно, если ограничений таких уже больше не будет, то, безусловно, будете планировать активный отдых? Конечно, мне самому это интересно, так что обязательно будем продолжать. С Николаем Николаевичем, с Кругловым мы договорились, что давайте начнем вот с субботника, еще раз покажем, что мы готовы к этому. Думаю, я вот сейчас призываю жителей всего Одинцова, не только наших микрорайонов, вот, кто гуляет в нашем лесу, давайте начинать, вот, будет у нас субботник обязательно. Когда примерно планируете? А вот, ну, Николай скажет, ну, где-то во второй половине июля, вот, может быть. Ну, я думаю, что вся информация будет размещена в официальных социальных сетях парка. Да, да, в социальных сетях и обязательно по телевидению, потому что мы вот говорим в социальных сетях, в интернете, ветераны же очень много не пользуются этим, нет возможности. Да и у молодежи, не у всех есть компьютеры, надо сказать, Маша, вот это надо понимать, не у всех есть компьютеры у молодых, ребята, те же самые гаджеты, хорошо есть телефончик, вот это надо понимать. Нет, мы сейчас думаем, что у нас у всех, мы все компьютеризированы, у нас все эта самая информация доходит. Нет, к сожалению, не так. Вот, и, ну, я думаю, по телевидению мы разместим вот эту информацию. Конечно. Спасибо, Виктор Егорович, что сегодня были с нами. Я думаю, что все, кто захочет присоединиться к деятельности вашего клуба, я думаю, что свяжутся с вами и, конечно же, с удовольствием поддержат вашу акцию по уборке лесозоны. И хотелось бы вот пожелать, чтобы, ну, конечно, вы идете навстречу, всегда телевидение, освещаете наши мероприятия. Спасибо вам за это. Вот, и в ближайшее время, конечно, мы, как нам только разрешат, я думаю, в первой библиотеке проведем награждение. Для, вот, отличившись от всех, кто у нас в период самоизоляции принимал активное участие, для тех, кто занимается активно физкультурой, спортом. Так что для всех активностей. Спасибо, Виктор Егорович, что сегодня были с нами. Обязательно присоединимся к субботнику. Спасибо, Маша, вам. Приглашаем вас, ваше ОТВ. Вы же здесь все молодые. К нам на субботник поддержать не только это самое морально. Ну и физически. Ну и физически. Все правильно. Вы смотрели специальное интервью, оставайтесь на нашем канале. До свидания.